Алла, я хочу спросить, в России или в Украине, вы используете маски для COVID-19? Я слышала, что русские люди не любят использовать маски. Это правильно? Я переведу и мы будем. Хорошо. Сейчас. Она говорит о том, что она слышала, что русские люди не очень любят маски от COVID-19. Правда или нет? Мы их ненавидим. Мы их ненавидим. Они нам не помогают от болезни. Они помогают от штрафов. Это не помогает, чтобы государство не платит деньги. Если вы не носите маски, вы должны платить много денег. Но мы их ненавидим. Конечно. Потому что я видел, что некоторые русские люди, может быть, в Турции. Может быть. Но они не хотят поставить маску на их лицо. Это интересно. Она говорит о том, что приезжают в Турцию туристы, она их видит, и они не хотят надевать маски. Её это удивляет. Это не удивляет. Мы не удивляем. Но я могу понять. Может быть, я могу понять. Потому что, может быть, вы не хотите скрывать своё красивое лицо. Я могу понять. Я могу понять. Вы просто не хотите закрывать свои красивые лица. Мы просто так привыкли уже не подчиняться правилам. Мы настолько, наверное, уже уверены, что всё это выдумка. Ну, хотя, конечно, это мы смеёмся. Но человеку хочется свободы. Мы не любим правилам. Русские люди не любят правилам. И мы знаем, что это не помогает. Мы очень свободная страна. Русские и украинцы. И это очень сложно, чтобы русские или украинцы не следить любые правила. В целом. Ах, хорошо. Ах, хорошо. Она говорит, мило. Это как оно выглядит. Я говорю, как есть. Ах, хорошо. В Турции, вы знаете, что Турция, мы можем сказать, украинская страна. Может быть, почти 87 миллионов людей. И большинство турканских людей предпочитают использовать маски сейчас. 87 миллионов у них умер от ковида по статистике. И люди в Турции, у них большие страхи поднимаются. И они вот, они предпочитают надевать маски. Потому что у них серьёзно к этому относятся, к болезни. Поэтому она так сможет на русских туристов и что-то не понимает. Ну, наверное, русские и украинские туристы отличаются везде во всём мире. Потому что, наверное, это одна из наций, которая очень сильно любит свободу. И это выражается даже в этом. Русские и украинские туристы – это люди, которые любят свободу очень много. И, например, не wearing маски – это, например, нашу свободу, понимаете? Да, я понимаю. Мы очень свободные люди. Украинские люди очень свободны. Поэтому для нас это как… Я не знаю, как сказать. Я не знаю. Я не знаю. Мы не можем долго сидеть в запертем. Ну, в закрытом пространстве. У нас так. У нас так. Мы не можем долго сидеть в запертем, ну, в закрытом пространстве. долгое время вы не можете быть в изоляционном месте, а также вы не сможете жить так. Генераторно, Славик людей, Вот она спрашивает, вот вы такие свободные люди, а вот зимой вам как, в тепле, или вас тянет на природу в холод? Вот вы же сказали. И общаться мы любим всегда. Ирина говорит, что она не может сказать для всех, но в общем, русские, украинские, славянские люди любят выходить в любом месте, потому что они любят коммуникацию, они любят celebrate, и они любят природу. Ирина говорит, что мы любим, чтобы ходить, встречаться с нашими друзьями, общаться с нашими друзьями, maybe celebrate something, и делать это в nature. Мы любим. У нас не хватает турецкой погоды. У нас не хватает турецкой погоды. Это только проблема. Мы нужны турецкой погоды, здесь, в России, в Украине. Да. Столица Киев, конечно же, есть места, где можно посмотреть. Я не буду перечислять, но сама столица, наверное, как во всех странах, то есть есть что посмотреть. Есть Карпаты, это западная Украина, там леса, горы, чистый воздух, ну и отдых тоже есть, своеобразный украинский отдых. Это западная сторона, а восточная сторона сейчас, восточный это мы, сейчас у нас война. Но тоже можно посмотреть. Я шучу, конечно, но... Она советует, конечно, visit Киев, конечно, Киев, потому что есть много интересных мест, в Киеве, как в каждом Киеве. В Украине есть Карпаты. Есть много красивых муниевых и красивых лесов, и это уникальный Украинский... Карпат? Карпат, да. Карпат. Да, это Мунтез. Как бы это означает, карпат? Мунтез, конечно. Мунтез. Украина. Изначально, где красивые лепестки и муниевые. Мы очень странные, очень красивые, очень красивые. И ты можешь дочитать эту тупину. А в Северной Украине можно рекомендовать место, но сейчас есть война здесь, так что ты приглашаешься, но она не рекомендует тебя приехать, потому что это во время войны, так что мы рады. У нас есть ситуация, да? Да, да. Но всегда приглашаешься. Конечно! Что ты можешь из еды порекомендовать в какой-то украинской традиционной кухне? Вот что можно попробовать туристу? Вареники! Вареники. Это димплс. Знаешь, что это димплс? Пимплс. Да. Вареники, внутри можно быть черри, внутри можно быть пота, или мушу. Да, это может быть разный. Это может быть с цветами, как черри, с фруктами, или с податками, с податками, с податками, с податками, с податками. Вы любите сахар. Вы еще скажите его название? Вареники. Вареники. Да. Хорошо. Правда, Украина с интересом. Украину о том, что может быть больше чем. Что? Не знаю, но... Где моя штука? Ах! Мне с тобой убил! Что? России второй место? Она говорит о том, что я в первую очередь хочу посетить Украину, а потом Россию. Я схватилась за сердце, говорю, что ты что-то творишь, без ножей не режешь. Но она настояла на том, что у нее интерес к Украине. Ну, на данный момент, в который мы общаемся, в Украину можно попасть только через Россию. Так что сначала Алла приедет, она к тебе, а потом ко мне. Сначала Алла приедет, а потом она ко мне приедет. И также, если я в Украине с людьми легко общаться с людьми, с ними общаться с людьми, это легко или нет. Например, в Турке, это очень легко говорить с несколькими людьми. Она спрашивает о том, вот бывает у нас в Турции, можно вот какой-то небольшой разговор с незнакомым человеком прямо на улице завести. Это не будет странно, это у нас культурная особенность. А вот на Украине я смогу вот просто так общаться с людьми? Не будет ли, ну как, по вашим культурным особенностям это не будет как-то по-другому восприниматься? То есть это возможно? Это нормально. Это нормально. Это нормально. Это нормально в Украине. Мне, я просто боюсь о английском, потому что, я думаю, не так много людей знает английский. Это может быть проблемой. Но сейчас можно. Можно свободно. Включая мужчин. Можно так просто подойти к мужчине? Можно. Или на сцене «yes». Это нормально. Это не вызовет никакую плохую реакцию. Это будет позитивная реакция. Конечно. Мы только не говорим о английском. Потому что не так много людей говорит английский. Но мы можем экспрессировать наши чувства. Мы можем поговорить по-другому. Да. Это интернет. Дружеское общение всегда приветствуется. Это очень хорошо. Я тоже думаю, что это очень хорошо. Это очень хорошо. Это очень хорошо. Мы можем свободно общаться и с мужчинами, и с женщинами. И никаких барьеров не должно быть. Барьеров. Мы можем спокойно говорить с мужчинами и женщинами. И не должно быть никаких барьеров. Барьеров. Да. Как нас. Как нас. Может быть. Мы же. Она говорит, что у нас так же в Турции. Это хорошо. Это хорошо. Нам нравится. Мы нравится. Это хорошо. Потому что, может быть, Аллах. Я слышала скандинавянды. С convertedц. Люди как чат. Долго. Я слышала про самолучения. Люди как чат. Долго. Или, вдруг, на связи. Они не любят чатить. Она слышала про скандинавские нации, что у них это не принято, что у них там, ну, более они такие холодные. Мне было интересно про славянских людей услышать, и мне было очень приятно вот такой ответ, что вы, ну, то есть вы не такие холодные. Нет, мы открыты. Она сказала, что ты очень милая и постоянно улыбаешься, я вижу, что вы любите общение. Она считает, что твой партнер счастливчик. Я тоже так думаю. Может быть твой партнер должен работать над собой, что-то такое она сказала. Ну, то есть соответствовать. Да, он соответствует. Ну, мы много наговорили сегодня. Мы пришли к такой, к такому идиллии, к такой, что все хорошо, у нас у всех все хорошо. Мы решили, что все хорошо. Мы решили, что все хорошо. Мы решили, что все хорошо. Мы благодарим Дашу. Мы очень благодарен, что вы также в нашем нашем каналах, в нашем канале. Мы тоже у нас на YouTube channels. Так что этот видео будет на моём канале, и на Елена. Я надеюсь, что вы не будете надеяться. Понимаете. Она пишет на нашем чайном канале. очень рада встречать тебя Елена, очень рада была с тобой встретиться, очень приятно с тобой общаться я надеюсь мы еще будем общаться не только через интернет, но и однажды встретимся вместе я действительно хочу ну значит так и будет это должно быть, это должно быть так так мы закончили нашу встречу спасибо всем за вашу время, за вашу любовь, за ваши вопросы это были очень интересные вопросы никто не задал такие вопросы это было очень интересно я думаю, у тебя очень креативная и мы любим это спасибо большое пока спасибо всем большое bye 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 пока пока